Всем привет! Вы видите, какая гора у меня наборов. Эти наборы я собирала сама по авторским схемам. Я покупала авторские схемки и по ключу покупала ниточки и канву. Сейчас я вам все это покажу. Уже давно я обещала. И ссылки на всех авторов схем будут под видео. У кого-то сайт, у кого-то группа ВКонтакте. В общем, на всех девочек я вам оставлю ссылочку. Почему девочек? Потому что в основном здесь девочки, все дизайнеры женщины. Нету ни одного дизайнера мужчины, поэтому я говорю на девочек. Так, ну в общем, давайте начнем по порядку. Я, правда, сама не знаю, где здесь порядок. Его, конечно же, нужно навести. У меня горой лежали все эти покупки. Стол был завален, потому что я вам очень долго их не показывала и не убирала все в шкаф, потому что нужно было показать. В общем, наконец-то я сейчас наведу порядок. Все разложу по пакетикам, сложу все аккуратненько. И это у меня будут новые наборчики. Я открыла для себя мир дизайнеров. Если до этого я покупала только наборы, здесь вдруг мне стало интересно посмотреть, а что же вытворяют наши дизайнеры. И у каждого из дизайнеров я нашла какую-то схему, которую мне захотелось вышить. Но все началось. С чего все началось? Вот я сейчас как раз-то покажу, с чего вообще все началось. Так, пока я это все уберу в сторону, смотрите, с чего началось. Я получила в подарок от фирмы Выражея и от Оли вот эту схему. Вы уже помните, да, мне осталось совсем чуть-чуть. Это клубничное сердце. Сейчас разверну, покажу на какой стадии у меня вышивка, потому что меня все спрашивают, сколько осталось. Вот видите, да, остался уголочек. Но у меня не хватило ниток. Дело в том, что там таких схем несколько. Там есть клубничное сердце, где в серединке пусто, а по краю вышивается. Я вышивала, в принципе, достаточно экономно, но ниточек не хватило. Видимо, мы с Олей заодно изнанку покажу. Где-то идеальная, где-то местами ужасная. Я не старалась эту изнанку здесь делать. Если в других наборах я вам показывала, где я старалась делать изнанку идеальной, здесь совсем не старалась. В общем, вышиваю на Линде. На Линда 27. Все мне нравится, но сложновато. Когда чуть-чуть даже давление поднимется, начинает в глазах рябить. Но ничего, равномерку я освоила, я уже говорила. Я не буду абсолютно везде в наборах заменять канву на равномерку. Но авторские схемы многие я буду вышивать на равномерке. Опять же, не потому, что мне не нравится равномерка. Мне очень нравится, но мне сложно. В общем, на этот уголок не хватило. Я тут начала вышивать гаммой. Вот здесь листочек чуть-чуть начала гаммой. Потом смотрю, думаю, нет, здесь еще много. Не буду портить картину и докуплю ниток ДМС. Поэтому пришлось отложить. Я бы закончила эту работу, но пришлось отложить, пока я съездила в магазин и купила нитки. Так, в общем, это схемка от ворожея. И сейчас покажу кусочек схемки, чтобы вы понимали, в каком формате идет схема. Вот такая цветосимбольная. Очень мне понравилось. Вышивается легко. Спечатала на листах А4. Ну, в общем, очень мне все понравилось. Замечательная схемка. Прекрасная. Всем рекомендую. Естественно, дизайны там разные. Это я выбирала дизайн, который нравится мне. Вы, конечно же, можете выбрать дизайн, который нравится вам. Там не только сердечки, клубнички и цветочки, как я люблю. Там много разных схем. В описании будет ссылочка. Дальше, дальше я вам хочу показать вот такой замечательный дизайн. Вот такой замечательный дизайн от Екатерины Волковой. От Екатерины Волковой у меня две схемки. Я свои схемки очень удачно купила перед Новым годом. Не помню уже точно, на какие была 30% скидка, на какие-то 50%. Но, в общем, получалось у меня 250 рублей за схему и 350, по-моему, в этих пределах. Поэтому я считаю, это нормально. Даже если комплектовать равномеркой и нитками DMC, то наборчик выходит недорого. А я считаю, что все-таки такой набор, вот если он обошелся к 1000 рублей, все-таки от дизайнера, конечно же, эта схема сложнее, чем в наборах. Но поскольку многие зрители пишут, что не нужно стоять на месте, нужно развиваться, я с этим полностью согласна. Если есть желание вышивать что-то посложнее, то нужно это делать. Если, конечно же, желания нет и хочется продолжать в том же духе, то никто нам не может это запретить. Если хочется шпарить на 14-й конве все в две нитки, зашивку полную крестом, я считаю, что люди имеют на это право, потому что вышивка прежде всего ради нашего удовольствия. Нам процесс должен доставлять удовольствие. Но я уже все простые техники испробовала. Мне хочется попробовать что-то посложнее. Говорят, что схемка сложная, и четверть крестики, и полукресты. В общем, я сейчас не могу вам точно сказать. Подробно я вам буду рассказывать, когда я начну вышивать. Вот поближе посмотрите, какие фрукты. Они как настоящие. Эти персики хочется съесть. Виноград не хочется, я не очень его люблю. А персики прям хочется съесть. А посмотрите, какие листочки. Листочки вообще шикарные, замечательные. В общем, схемка приходит в электронном виде. И там несколько схем. Схема цветная. Цветосимбольная схема. Схема черно-белая. Черно-белая с бэком. По-моему, черно-белая без бэка. Также цветная. Цветосимбольная с бэком. И, по-моему, без бэка. Но я распечатала все, потому что я еще не знаю, по каким мне будет удобнее вышивать. Вот если вот этот участок мне удобно вышивать по цветной схеме, то участок, где очень темные значки, возможно, мне будет удобно вышивать по черно-белой схеме. Вот, поэтому я сразу все распечатала. Вот, чтобы у меня вот так вот все это лежало наборчиком. Натюрморт со сливой называется. Ну, ниточки DMC куплены в магазине Радуга вышивки. Тоже ссылку под видео оставлю. Можно нарезку ниток заказать пересылкой, почтой. И также здесь, в Оренбурге, у нас можно купить. В общем, ссылочка будет под видео. Смотрите, какого цвета я выбрала равномерку. Ну, а я вот на нее смотрю. Я ничего не вижу, как тут вышивать. Хотя освещение у меня очень хорошее. Не знаю, как получится. Не знаю. На белый и на молочный я уже вышивала. А вот с такого цвета я еще не вышивала. Вот, поэтому даже не могу сказать, как получится. Так, сейчас хочу с оригиналом сравнить. Смотрите, здесь на голубоватой конве вышито. Я видела такой же дизайн вышит на вот такой вот кофейного цвета. Кстати, у меня есть еще и голубая. В принципе, если подумать, то, может быть, можно и заменить на голубую. Сейчас я покажу. У меня вот тут еще и равномерки теперь всякие куплены. Вот смотрите, напишите мне в комментариях, как вы думаете, на какой равномерке будет лучше смотреться этот дизайн. Смотрите, есть молочного цвета. Вот сейчас я буду нитки прикладывать. Вот сейчас я нитки, посмотрите. Вот молочный цвет. Сейчас разверну нитки. Вот так будет смотреться. В принципе, тоже красиво. Тоже красиво. Белое однозначно отпадает. Но на этом цвете вот тоже вот обалденно. Единственное, сложнее вышивать, но попробовать хочется. Очень хочется попробовать. И я люблю голубой цвет. Обожаю голубой цвет. Я не знаю, здесь в самом дизайне как такового голубого цвета нет. Вообще смотрится тоже обалденно. Вот здесь есть такой серо-голубой. А я знаете, что подумала? Здесь тень. Вот тень, она темная. Вот видите, здесь тень. Тень, она вот здесь очень темная. Надо посмотреть точно по ключу, какими нитками выполняется вот эта тень. Мне не хотелось бы, чтобы она была контрастна. Но получается, что не контрастна. Она будет смотреться либо на голубом цвете, либо на коричневом. Я коричневый этот цвет называю. Но он такой светло-коричневый. Хотя, может быть, будут персики сливаться. Я сейчас уже думаю, а вдруг они будут сливаться. Ну, и остается вот молочный. В общем, три цвета, девочки. Коричневый, молочный, голубой. Что посоветуете? На какой бы основе вы вышли? Мне, в принципе, вот сейчас нравится на молочный и на голубой. Я склоняюсь к этим двум цветам. Хотя, когда мы с Олей подбирали, я вот этот больше хотела. Но я поэтому и купила другие равномерки. Потому что я так и думала, что, возможно, я потом передумаю, заменю. Ну, вы знаете, когда в один день же это не решается. Такой вопрос серьезный. Поэтому я так и думала, что потом с вами посоветуюсь. Кстати, спасибо зрителям, которые дают советы очень-очень ценные. У меня вторая схема от Екатерины Волковой. Я уже купила туда канву. Думаю, сейчас я буду на канве шпарить, потому что там зашивка идет полная. И когда я об этом сказала в трансляции, тоже мне девочки написали вышивание равномерки, потому что там много четверть крестиков. Я четверть крестики еще вообще не вышивала. Вот, я не знаю, что это. Нет, я знаю, что это такое. Но как они у меня там в работе будут, я пока не знаю. Вот они, эти шикарные розы. Светланка Абакарова купила такой дизайн. И я тоже такой же купила. В общем, будем вместе с ней вышивать. Вот, видите, я уже канву приготовила 14-го каунта. Взяла такую нежно-нежно голубую канву. И думаю, ну что, тут полная зашивка, вот тут везде тень, пусть там будет канва голубая. Но нет, девочки сказали, бери равномерку. И взяла я линду 27-ю белую. Хотя голубая у меня тоже есть. Но буду на белой вышивать. Голубую, может быть, все-таки... В общем, все будет зависеть от того, на какой я буду вышивать фрукты. Смотрите, какие нитки. Вот, вообще, очень подходит. Сюда нежно-нежно голубая канвушечка. Но сложно делать четверть крестики на канве. Хотя дизайн разработан на канве 14-го каунта. Или вот на линде 27-й. В общем-то, достаточно крупно. Мне будет вышивать удобно. Сейчас покажу, в каком виде приходит схема. Схема черно-белая. Ну, понятно, полностью не показываю. Схема цвето-символьная. Также здесь и с бэком, и без бэка. В общем, все, что душе угодно. Вот, на любой вкус. Я думаю, это очень удобно. Что схема в разных вариантах. И цвето-символьная, и черно-белая. Потому что, естественно, у нас у всех вкусы разные. И в этом плане дизайнеры молодцы. Все продумали. Все шикарно. Так, дальше. Мария Бравко. Яблочки в корзине. Вот такие яблочки в корзине. Просто замечательный сюжет. Так, у Марии тоже вот схемка. Цвето-символьная. С бэком. Черно-белая. Без бэка. Ну, в общем, очень много. Ключ тут все подробно расписано. Просто замечательно. Вот в этом плане все дизайнеры молодцы. Претензий к схемам у меня совершенно нет. Ни к одному из дизайнеров. Все продумано, хорошо разработано. В общем, смотрите, какую я выбрала конву. Здесь у меня даже не было сомнений, что буду вышивать на вот такой голубой конве. Вообще даже-даже не сомневалась. Сразу взяла голубую. Все. И больше ничего заменять. И думать не буду. Поскольку тень от этой корзинки, она серо-голубая. Я хочу, чтобы тень сливалась с фоном. В общем, вот так будут выглядеть. И вот эти розовые цвета на голубом будут контрастно, хорошо смотреться. В общем, тоже все у меня уже укомплектовано. Только бери и вышивай. Только сначала закончи свои начатые процессы, а потом бери и вышивай. Это я себя так уговариваю. Это я себя торможу. Хватит плодить процессов. Нужно завершать. Но мне понравился этот опыт с многочисленными процессами. Очень удобно, когда не работаешь, а вышиваешь разные процессы. А потом, когда работы наваливается много и вышивать уже некогда, там уже начинаешь вышивать один из этих процессов. Поэтому, я думаю, все обусловлено количеством времени, которым мы располагаем. В тот период, когда я не работала, я одну за другой выдавала готовые картины. И поэтому мне захотелось начать много процессов. А когда врал уже, у меня был последние полгода, то там уже приходилось выбирать. Но впредь не буду сильно плодить. Но я, опять же, не буду вышивать только на одной равномерке или только на 18-й конве, только бисерный процесс. Все равно у меня их несколько будет. 5-6 процессов, они всегда будут в работе. И я считаю, что это нормально. Потому что все время вышивать только на 18-й или только бисером мне тяжело. Это я просто объясняю, потому что многие спрашивают, зачем столько плодить процессов. И для тех, кто не понял, зачем, я просто объясняю. Вот. Что хочется менять основу. И технику вышивания. Посмотрите, какой дизайн. От Анны Петуновой. Огромная картина. Уже есть отшивы этой картины. Ну, вы понимаете, что я люблю цветы. Причем, люблю картины с полной зашивкой. Правда, это убийственно полукрестом вышивать вот этот фон. Но я же не могла пройти мимо. Если вы смотрите мой канал регулярно, вы понимаете, что мимо этого дизайна я не могла пройти. Поэтому я обязательно его захомячила в свою коллекцию. В общем, схемка также цвета символьная и черно-белая. Также распечатала я ее полностью для того, чтобы в процессе вышивки решить, по какой мне вышивать проще. Я, кстати, и такие-таки схемы люблю. Иногда бывает от черно-белых в глазах хребит, А иногда бывает в цвета символьных темные участки вышивать сложно. Поэтому, может быть, какой-то участок, какой-то лист по одной буду схеме вышивать, а какой-то другой участок по другой. Вот такая огроменная канва. Так, эта канва, по-моему, у меня была. Я не знаю, что это за канва. Но... Что за канва? Ну, это не цвайгард канва. Она у меня была, 14-го каунта. Ну, а я купила еще... Еще купила у Оли цвайгард. Что-то как-то... Я не знаю, я еще подумаю, на какой канве мне вышивать. Ну, само собой, наверное, на канве цвайгард. А та я не знаю вообще, какая канва. У цвайгард вот какая идет полосочка. Так, какая-то другая. Та канва у меня была в наборе. Я заменила. Помните, я вышиваю эти белые цветы, бульданеш. И там была вот эта белая канва. Не написано там было, кто производитель канвы. Но я там основу взяла кофейного цвета. А белый у меня кусок остался. Я, собственно, его и оставила. Он по размеру сюда подходит, вот к этому дизайну. Меня смущает немножко качество. Она какая-то тонкая, рыхлая. Хотя дырочки очень хорошо видны. Но нет, наверное, буду на цвайгард вышивать. Зачем вышивать на канве сомнительного производства, если есть цвайгард. Правильно? Вот если бы у меня не было другой, я бы, может быть, вышивала бы на этой. А поскольку есть, я думаю, что не стоит портить авторскую схему. И канву нужно выбрать хорошую. Посмотрите, сколько ниток. Обалдеть, сколько ниток. Ну, само собой, на все дизайнерские я нитки DMC купила. Хотя в ключе там не только DMC. У разных авторов по-разному. Где-то ключ в ПНК, где-то, по-моему, у кого-то Гамма есть. Но там не только ключ в DMC. То есть дизайнеры предлагают выбор. На этом я заканчиваю видео. Всем желаю удачи. Спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока.